Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сейчас выхожу экстренно на прямой эфир в связи с смертью гражданского активиста Дулата Агадила. Уже широко известно, что Дулата Агадил был захвачен сотрудниками полиции ночью. Причем их было довольно много. Как сообщают очевидцы, с мест было их около 15 человек. Сейчас правовластные средства массовой информации вышли с сообщением, что якобы Дулата Агадил скончался от острой сердечной недостаточности. Более того, эти негодяи написали, что якобы он был в состоянии алкогольного опьянения. Уже вы, наверное, многие из вас видели, как человека просто вытаскивали сонного из постели. Причем, как говорят власти, обвиненного в неуважении к суду. Вы задумаетесь, как могут человека, который выразил якобы неуважение к суду, задерживать такой огромной толпой, избивать, выкручивать руки, не давать им одеваться, врываться в его жилище, только якобы по обвинению неуважения к суду. Где вы такое видели? Вы все должны знать, что это гражданский активист, который четко выражал свою позицию по действующему режиму. Дулата Агадил активно участвовал в десятках различных акциях и митингах. Вы помните, когда он недавно решил показать всю гнилость этой системы, когда его посадили на 15 суток в ИВС, это около Астаны, Малиновки, когда он оттуда спокойно ушел, продемонстрировав, что эта система гнила и не работающая. Вы помните его? Вы помните его, когда он защищал активистов в самых разных точках нашей страны? Он отзывался на любую боль, на любую реакцию властей, когда шло преследование гражданских активистов. Вы, наверное, помните его, когда он был в Зайсане, когда казахи из Китая бежали преследуемыми китайскими властями. И тут он был здесь, в этом месте, в Зайсане, за сотни километров от того места, где он проживает. Дулата Агадил открыто заявлял, что он поддерживает политические движения, демократические выборы Казахстана. Он был очень известным активистом, очень популярным. Я приношу свое соболезнование близким семье Дулата Агадила. Я приношу свое соболезнование от имени демократического выбора Казахстана всему нашему обществу, нашему гражданскому обществу, нашему активному обществу. Вы все должны знать и понимать, что Дулата Агадил убит, убит за свою активную позицию. Это вызов этой гнилой политической системы, это вызов нам. Это режим хочет сказать. Вы не объединитесь, мы вас запугаем. Это акт запугивания всего гражданского общества нашей страны. Уважаемые друзья, уважаемые соотечественники, мы не должны промолчать, мы должны среагировать, мы должны показать этим выродкам, что они не могут небольшой кучей контролировать всю страну, они не могут запугать нас всех. Мы все равно их отстраним от власти, и каждый из них понесет ответственность за все свои преступления. Я сейчас отчетливо произношу, что это убийство организовано Нурсултаном Назарбаевым. Это убийство сделала его система, его гнилая политическая система преступная, мафиозная, потому что во главе этого режима стоит именно преступный, мафиозный Нурсултан Назарбаев, который манипулирует, обманывает, который 30 лет, 30 лет, за 30 лет построил это преступное государство. И когда сейчас кто-то говорит, что виноваты одни отдельные полицейские, которые где-то, возможно, превысили свои полномочия, что они просто его вот неудачно избили, вы должны понимать, вся система построена Нурсултаном Назарбаевым, она построена на запугиваниях, на пытках. Гражданского активиста, который просто выражал свои политические взгляды, убили. И убили почему? Потому что он критиковал этот режим, он критиковал Назарбаева, он говорил, что этот режим должен уйти, потому что он изжил из себя, потому что он преступный, именно поэтому он убит. Он убит бандитами Нурсултана Назарбаева. Мы не должны промолчать, мы должны действовать, мы должны среагировать, чтобы таких жертв никогда не было. этот режим должен ответить за все свои преступления. Я обращаюсь к нашим соотечественникам. Сейчас гражданские активисты объявили о сборе, о сборе всех граждан, которые не согласны с этим режимом, которые возмущены действиями этого преступного режима. И в Астане они призвали прийти на улицу Тауэль-Суздек-1, около МВД. В Алма-Ате на Масанчи и Хабамбай-Батыры, где находится здание РУВД. Я обращаюсь с призывом, неравнодушным нашим гражданам, я обращаюсь с призывом тем, кто хочет видеть наше сильное демократическое государство в будущем, не при этом режиме, прийти, выразить свой протест, прийти в Астане, около здания МВД Тауэль-Суздек-1, в Алма-Ате, на улице Масанчи и Хабамбай-Батыра. Мы должны показать этому режиму, что они ответят за все свои преступления. Мы должны потребовать от режима, чтобы немедленно было произведено расследование и были наказаны просто во первом этапе исполнителей. И мы должны потребовать ответственности от самого Нурсултана Назарбаева, потому что именно он построил этот преступный режим и руками этого преступного режима был сегодня убить Дулата Гадил. Я еще раз приношу соболезнования семье Дулата Гадила. Я обращаюсь к нашему обществу, чтобы мы поддержали семью Дулата Гадила. Я обращаюсь к нашему обществу, чтобы мы наконец проснулись, чтобы мы стали единой нацией, чтобы наконец мы сменили этот политический преступный режим. Алга-Хазастан. Субтитры создавал DimaTorzok